Приветствую вас, друзья! Вот я таки и добрался до альбома Back in Black, собрав в итоге аж 7 изданий, 4 из которых мои, а за 3 спасибо моим друзьям и подписчикам Михаилу, Роману и Павлу. Итого мы сегодня сравним первый австралийский пресс, австралийское переиздание 1987 года, немецкое издание 1980 года, японский первопресс, американское клубное издание, а также российскую антроп-пиратку и свежее переиздание в честь 50-летия группы на золотом виниле. Кто-то сейчас обязательно скажет, да что там сравнивать, австралиец будет вне конкуренции. Да, есть в этом правда, однако ввиду того, что даже два австралийца между собой имеют отличия, тем более за счет раритетности и немалой стоимости, есть смысл послушать, насколько относительно них отличаются и другие издания. Вдруг не все так плохо? Итак, Back in Black. Возвращение в трауре. Первый студийный альбом, выпущенный в составе с новым вокалистом Брайаном Джонсоном. Обложка фактически не имеет оформления, выполнена в черном цвете в память о Бон Скотте. С логотипом группы и названием альбома. Альбом хоть и не самый любимый у меня среди творчества CDC, считаю его великим. Чего только стоит тот факт, что он стоит на третьей позиции после триллера и Dark Side of the Moon среди самых продаваемых в истории. Вообще не частый случай, когда альбом получает такую теплую оценку среди не только критиков, но и в первую очередь среди фанатов группы при изменении состава команды. Итого, друзья, начнем с первого астралийца 80-го года. Кстати, учитывая оформление альбома, не вижу смысла затрагивать полиграфию. Поговорим о конвертах. Картон хорош, логотипы названия альбома выполнены стеснением. Сзади треклист. Внутри раскладная вкладка с фотогруппой и информацией об альбоме. Сама пластинка превосходного качества, как и все, пожалуй, австралийские CDC, что мне попадались. По качеству массы никаких замечаний. Ни рокота, ни шорохов, даже щелчков нет. Попался мне ментовый экземпляр. Ну, прямо в идеале. Центры не смещены, пластинка ровная. Как звучит? Если коротко, то обалденно. По амплитудно-частотной характеристике очень сбалансировано и детально. Тут вам и прекрасный бас, и очень собранные четкие тарелочки, и прекрасно прописанный вокал. Каждый инструмент на своем месте и отлично проработан. Ну, прямо на удивление. По динамике просто шикарные издания, еще и падения качества к яблокам нет. В общем и целом, 10 из 10 бесспорно. Вот только цена пугает. Все-таки 300-400 долларов, ну, такое себе решение. Так что смотрим дальше, что у нас на очереди. Переиздание 1987 года. Этот экземпляр из бокса Volume 2. Самое интересное, что судя по фото на дискоксе, конверт должен быть таким же, как и предыдущий, с тиснением и названием альбома, да еще и с вкладкой. Мой же экземпляр без всего вышеупомянутого. Не исключаю, что конверт от другого издания, но самое главное, что пластинка, судя по фото, все же 1987 года. По качеству не уступает первому изданию. По массе тихая, ровная. Также без падения качества к яблокам, по амплитудно-частотной характеристике чуть отличается. Добавили верхов. Альбом стал играть ярче с одной стороны, но все же оригинал мне показался более сбалансированным и удачным. В общем, на вкус и цвет. Что хорошо, это издание записано громче оригинала, однако к последним трекам уровень записи падает до уровня предыдущего издания. То есть громкость к яблокам чуть меняется. Не критично, но если вы любитель пописать кассетки, скажем, то постоянно придется корректировать уровень от песни к песне. В остальном все хорошо. Поставлю пластинки 7 из 10. За конверт не снимал баллы, ибо непонятно, что это и как сюда попало, да и почему еще и без вкладки. Цена издания 1987 года в среднем 150 долларов и выше. Далее немецкое издание. Конверт изрядно поживший, но тиснение на месте. Сам винил еще очень даже хорош по состоянию, поэтому в обзор его и добавил. Оформление конверта стандартное, внутренний конвертик с фото участников группы и информация об альбоме. Сама пластинка по качеству неплоха. Первая сторона, правда, записана по самое яблоко. Что по дефектам, щелчки есть ввиду естественного износа. Падение качества тоже присутствует, причем явное. Если первые треки играют хоть и не так звонко, как в остальных ранних изданиях, то последние треки смешиваются в кашу и существенно теряют высокие частоты. Что сильно бросилось в глаза, чуть другая тональность и скорость записи. Наверное, поэтому в начале винилового своего пути, услышав, как играет американский пресс, не думая, избавился от имеющегося тогда немца. Послушайте сэмплы, без труда поймете, о чем я. Не знаю, дефект ли это, но моя оценка 6 из 10. Что удивляет, так это ценник на немецкие пластинки. Вплоть до 100 долларов доходит. Многовато, на мой взгляд. Далее японский первый и единственный пресс. Конверт шикарный по качеству, с тиснением из хорошего картона. Сзади у нас все стандартно. Внутри вкладка со стандартным оформлением. Но добавили сюда тексты композиции, на английском причем языке, и что-то понаписали там на японском. Сам винил безупречный. Супер чистый, блестящий, абсолютно бездефектный. Никаких шуршалок, масса очень тихая, пластинка ровная, падение качества к яблокам нет. Что по звуку? Честно говоря, разница между этим изданием и первым австралийцем не столь заметна. Да, по АЧХ отличия есть небольшие, особенно в среднем диапазоне. Чуть-чуть серединку выдвинули вперед. Но в целом, как я и сказал, очень похоже на оригинал с минимальной отсебятиной. По динамике также никаких замечаний. Любовь японцев задирать вверха – это не про этот альбом. Мое почтение. С учетом хорошей комплектации, отличного конверта и мало отличающегося звучания от оригинала, ставлю все 10 из 10. Цена начинается от 150 долларов. Тем не менее, рекомендую. Хорошее издание как для прослушивания, так и для коллекции. На очереди американское издание. Я его вскрыл, если честно, как раз перед обзором. До этого времени пластинка стояла запечатанной в коллекции. Как выяснилось, это издание CRC – Columbia Records Club. Но все же американец есть американец, поэтому смотрим. Конверт неплохой, сзади стикер «Manufactured by Columbia House Under License». Причем стикер под пленкой. Внутренний конвертик на месте, его оформление стандартное. Что по пластинке, то визуально на ней есть небольшие разводы, не влияющие на звук. В принципе, часто встречающийся факт на американских изданиях. По массе проблем нет, даже без помывки пластинки в ультразвуковой мойке. Играет чистенько, не щелкает, не ракотит, но все равно позже ее все-таки помоют. Пластинка записана не близко к яблокам, поэтому падения качества нет. Все стабильно. По амплитудно-частотной характеристике издание отличается чуть железноватым звуком на фоне японца. Добавили еще серединки, тем самым выделив вокал. Плохо ли это или хорошо, дело вкуса. Не считаю это дефектом, но от оригинала отличается заметно. А он-то у нас взят за эталон. Динамика прекрасная, не пожатая. В общем, тоже очень достойно звучит. Надеюсь, все американцы так же хороши или даже лучше. Моя оценка 8 из 10. Далее, что у нас по антроповской пиратке. Видимо, один из владельцев этого экземпляра был фанатом Малевича, поэтому решил закрасить перевод на русском. А также логотип и, видимо, были предприняты попытки раскрасить альбом весь. Причем не обычаем, а красками и кистью. Итак, бумага стандартно антроповская, низкого качества. Сзади неплохое оформление для антропа. Есть информация об альбоме и издании. Кстати, 93-й год. Сама пластинка хорошо сохранилась, визуально проблем нет. Записано далеко от яблок. Следовательно, никакого падения качества, что, конечно, хорошо. Да еще и DMM-технологии применены. Как сие издание звучит? По массе, в принципе, неплохая мелодиевская пластинка тех лет. Мелкие щелчки встречаются. В начале сторон слышно небольшой гум. В остальном терпимо. По амплитудно-частотной характеристике издание получилось самым звонким. Даже звонче австралийского переиздания. Видимо, тропила подкрутил высокие частоты в исходнике. Вроде бы и красивый, с одной стороны, но плосковато играет. Хотя по динамике проблем нет. Не пожали звук. В целом, можно, конечно, поставить изданию 5 из 10. Цена от 2000 рублей. Что много? Доходит аж до 5000. Что, простите, дофига за пиратку. Поэтому ценность имеет как трофей, доставшийся давным-давно за меньшую сумму. Ну и, наконец, юбилейка на золотом виниле. Много вопросов было ко мне по свежим ремонтированным переизданиям. Честно сказать, покупать я их не хотел. Но удалось таки найти этот экземпляр в Балашихе. Что скажу, по конверту все отлично. Тут постарались на славу. Стикеры, картон без замечаний. Внутренний конвертик шикарный. Наконец-то симпатичный коллаж из фото. Также в комплекте вот такая вкладка в честь 50-летия. Сама пластинка с виду отличная. Хотя скептически отношусь к цветным пластинкам с такими вот блестюшками и разводами из-за низкого качества массы. Но, кстати, по массе-то дела обстоят отлично. Не шумит пластинка даже в паузах. Ни на водной дорожке никакого гула и шорохов. Что по звуку? Ремастер скомпрессированный, причем очень. Что и неудивительно. По амплитудно-частотной характеристике совсем железный. Верха не собраны. Все как-то размазано. Объема тоже не хватает. Но это еще полбеды. С амплитудно-частотной характеристикой-то бороться хоть как-то, но можно. А вот со сведением новым... Ну, панораму сузили ремастер звучит более монофонически на фоне всех ранних переизданий. Но что больше всего неприятно удивило, так это падение качества к яблокам. Просто до дичайшего дискомфорта. Сплошная каша, искажения и песок. Ощущение такое, будто про мастеринг для винила никто не слышал. Записали, как было с CD. Обидно, друзья. Но что еще больше обидно, это означает, что все проблемы будут и на остальных переизданиях серии в честь юбилея. Вспоминая переиздания на Epic и Columbia 2003 года, помню, слушал, плевался прям, ну, звук глухой, как из бочки. Опять же, сильно скомпрессированный. Далее еще выходили переиздания того же Ballbreaker, Стив Аппеллип в 2014 году. Вот они были вменяемы. Собственно, поэтому была и надежда, что не запорят юбилейки. Но, к сожалению, проходим их мимо. Звука здесь нет. И если говорить откровенно, то это, наверное, одни из самых плохих переизданий за последние года. И это-то юбилейная в честь 50-летия группы. Халтура. От себя скажу, еще бы я, конечно, послушал новозеландский пресс. Как показала практика, все австралийские издания безупречно хороши, даже переиздания. Но вот новозеландские, как по мне, звучат еще лучше. Правда, я слушал только альбомы с Бон Скоттом. За Back in Black, сколько ни гонялся, не попадался он мне в хорошем состоянии за вменяемые деньги. Ну и что по итогам? Австралийцы впереди по звучанию. И это неудивительно. Найдете, берите, не пожалеете. Однако есть много пираток, так что аккуратней. Цветные обходите стороной сразу. Немецкие издания тоже внимания не стоят, что по нашей пиратке, как я уже и сказал, в качестве трофея в коллекцию пираток сойдет. А вот американские и японские издания стоит брать в качестве альтернативы дорогим австралийцам. Послушайте сэмпл по ссылке в описании видео. А на сегодня у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. И обязательно делитесь вашим мнением в комментариях. Ну и конечно самое главное, будьте здоровы. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!